Здравствуйте! В эфире «Регион 38. Безопасное движение» Проект телекомпании «АЭС» И управление госавтоинспекцией Главного управления ВД России по Иркутской области При Ангаре стартовала федеральная информационная кампания про движение безопасности Направленная на убеждение водителя выбирать правильный скоростной режим Ежегодно в России происходит более 130 тысяч происшествий И именно неправильно выбранная скорость является одной из причин ДТП Тема сегодняшней программы – про движение безопасности И в этом выпуске смотрите Дорожная сводка Статистика дорожно-транспортных происшествий за минувшую неделю Какова главная задача мероприятия? И кто его? Целевая группа С 5 по 11 августа на территории Приангария Зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие 7 человек погибли, включая одного несовершеннолетнего 51 человек получил различные травмы, в том числе 11 детей С участием водителя, не имеющих прав, произошло 7 ДТП В трех случаях у водителей было установлено состояние опьянения В пяти виновники ДТП покинули место происшествия В Аларском районе 28-летняя женщина-водитель «Лексус» нарушила правила расположения транспортных средств На проезжей части выехала на встречку и столкнулась с большегрузом «Вольво» с прицепом В результате происшествия водители-пассажир легкового автомобиля Доставленные в медицинское учреждение с различными травмами В Братске 47-летний водитель МАЗ выехал на встречку, где столкнулся с Ниссан Тирана В результате ДТП 34-летний водитель джипа погиб на месте до приезда медиков Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей и очевидцев аварии для выяснения всех обстоятельств В Иркутском районе в ходе профилактического мероприятия «Мототранспорт» Сотрудники полиции, патрулируя населенные пункты, составили 20 административных материалов Среди них один водитель не выполнил законные требования об остановке Три материала были составлены в отношении законных представителей несовершеннолетних Их транспортные средства были доставлены на специализированную стоянку Федеральная информационная кампания про движение безопасности проходит в 40 субъектах России В том числе и в Иркутской области Мероприятие в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» Национального проекта «Безопасные и качественные дороги» Направлено на профилактику ДТП, связанную с несоблюдением скоростного режима Какова главная задача мероприятия и кто ее? Целевая группа Об этом мы поговорим с начальником отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУМВД России по Иркутской области майором полиции Натальей Казанцевой Наталья Сергеевна, здравствуйте Здравствуйте Стартовала федеральная кампания про движение безопасности Расскажите о мероприятии, в чем его уникальность Иркутская область вошла в 40 регионов России На территории которых в летний период стартовала федеральная социальная кампания про движение безопасности Направлена она на профилактику дорожно-транспортных происшествий, связанных с несоблюдением скоростного режима На автозаправочных станциях сотрудники госавтоинспекции, а также команда проекта будут проверять знания правил дорожного движения у автомобилистов И как раз таки основных факторов риска, которым подвержен водитель при управлении транспортным средством Какова главная задача мероприятия и кто его целевая группа? Главный девиз компании – не полагайся на фортуну, правильно выбирай скорость И главная задача мероприятия – это убедить людей в том, что правильная и безопасно выбранная скорость – это инструмент спасения жизни человека, который находится в их руках Целевая аудитория – это все водители, которые мы понимаем, что эксплуатируют машину, раз они находятся на автозаправочных станциях И значит это те люди, которые постоянно садятся за источник повышенной опасности А сколько вообще дней продлится мероприятие и какую роль в этом мероприятии играет госавтоинспекция по Иркутской области? Компания проходит у нас ежедневно на автозаправочных станциях города Иркутска с 9 часов дня до 17 часов дня Сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические беседы, вручают памятки и листовки А также получают от водителей ту самую обратную связь, которая в целом немаловажна в дальнейшем для повышения безопасности дорожного движения в нашем регионе В этой викторине принять участие может любой желающий и проверить свои знания ПДД Вращая дорожное колесо фортуны, водители проходят тестирование по вопросам основных факторов риска при участии в дорожном движении, связанных с нарушениями скорости Правильно ответившие получают приз Дорожный знак – жилая зона Какую максимальную скорость допускает ПДД для движения транспортных средств в жилых зонах и дворовых территориях? Первый вариант ответа – в зависимости от наличия пешеходов на проезжей части Второй – 20 км в час И третий вариант – 40 км в час Второй вариант ответа – 20 км в час В Иркутской области стартовала федеральная социальная кампания про движение безопасности, направленная на профилактику ДТП, связанных с несоблюдением скоростного режима Основная задача кампании – убедить людей, что правильно и безопасно выбранный скоростной режим – это инструмент спасения жизни, который находится у них в руках На территории Иркутской области из-за несоответствия скоростного режима, а также превышения скоростного режима зарегистрировано 236 дорожных трансовых происшествий, что составляет 19% от общего количества ДТП В которых у нас травмы получили 290 человек, из них 47 детей и погибло 49 человек, в том числе трое несовершеннолетних детей Это 108 съездов с дороги, в которых погибло 26 человек, 39 столкновений – 10 человек погибло, 30 опрокидываний – 4 погибших, 28 наездов на препятствий – 4 погибших и 15 наездов на пешеходах, в которых 4 пешехода погибло Основными местами, где у нас происходит несоблюдение скоростного режима, либо превышение скорости, у нас это два участка федеральной трассы – Р-255 «Сибирь» и Р-258 «Байкал», а также участки дорог регионального значения, проходящие через город Иркутск, Иркутский район, Усольский район и Черемховский Каждый год на дорогах России гибнет больше 15 тысяч человек. Основная причина всех ДТП – это превышение скорости Как показывает практика, эффективно решить эту проблему помогают комплексы фото-видеофиксации Поэтому для снижения аварийности в опасных и потенциально опасных местах на дорогах области в ближайшее время появятся новые камеры Сейчас на территории региона расположено 217 комплексов фото-видеофиксации. 15 из них работают в режиме передвижных В этом году, к концу текущего года, мы планируем выйти на показатель 17 передвижных комплексов и одного мобильного комплекса В настоящий момент решается вопрос по приобретению дополнительных комплексов фото-видеофиксации, которые будут работать в передвижном режиме А также формируется программа по установке новых комплексов фото-видеофиксации, которые, безусловно, в приоритетном порядке останавливаются в аварийно опасных и потенциально опасных местах Которые у нас были выявлены по итогам 2023 года Проблема с безопасностью дорожного движения является, наверное, краеугольной Потому что задача дорожников, что дорога должна быть, безусловно, круглогодичная и постоянно должен был по ней проезд Это основная задача Второй, она должна быть безопасной Третья, она должна быть комфортной Задачи стоят в 257 федеральном законе Они крайне амбициозные, но очень сложно решать Тем не менее, мы их решаем Решаем их поступательно Совместно с госавтоинспекцией Безусловно, правительство Рыбовской области всегда поддерживает такие акции Старается самостоятельно проводить эти акции Быть инициатором совместно с госавтоинспекцией Неоднократно министерство проводит акции По раздаче листовок и по информированию Конечно, очень хорошо, когда такие акции еще у нас проводятся В том числе на уровне, скажем так, на федеральном уровне Федеральный проект, направленный на профилактику ДТП Связанных с несоблюдением скоростного режима Продлится в Иркутской области до 1 сентября Принять участие в нем и проверить свои знания ПТД Вы можете на автозаправочных станциях На улицах Шерямовой, Трактовой, Сергеева, Лермонтова И в микрорайоне Юбилейной Какие результаты вы ожидаете по окончанию кампании? Проводимыми мероприятиями видится снижение аварийности Как в целом, так и снижение количества съездов Опрокидывание транспортных средств Столкновение транспортных средств Которые зачастую происходят именно из-за нарушения скоростного режима Также это профилактика дорожно-транспортных происшествий На пешеходных переходах Когда водители не выбирают ту положенную скорость Не успевают оттормозиться перед пешеходным переходом И получаются наезды В целом, все, как молодые водители, так и опытные Актуализируют свои знания правил дорожного движения Которые у нас ежегодно меняются и обновляются А что даст это мероприятие всем участникам дорожного движения? Что они для себя нового смогут узнать? До участников акции доводится статистика аварийности Мы рассказываем, сколько людей страдает в ДТП Сколько погибает именно из-за нарушения скоростного режима Также напоминаем им о правилах ограничения скорости Которые действуют у нас как в городе, так и на загородных трассах Рассказываем им о местах аварийно-опасных участках Мы расскажем, что происходит на дорогах региона Смотрите нас и оставляйте свои темы для обсуждений В комментариях под этой программой в наших социальных сетях